Добрый вечер! Добрый вечер! Настоящая подруга или же это вот такой рекламный ход? Настоящая приятельница с 2010 года. Ой, 9-го. А чья была идея? Ну, скорее, института. Мы познакомились первый раз, я прилетела в Алматы на бал дебютантов, мы вместе с Асселевой открывали. Дебютировали. Да. Это был благотворительный бал. Вот, и там вот мы познакомились, и с тех пор... То есть вы нуждались в человеке, кто будет представлять вашу одежду в Казахстане? Ну, я думаю, что такой нужды прям нет. Мне кажется, как-то само собой это получилось. Все получилось обоим. Мы подружились, да, Ассель приезжает ко мне на мои показы, поддерживает меня всегда. Я всегда, когда приезжаю в Казахстан, мы тоже всегда видимся и всегда очень хорошо вместе проводим время. То есть Ассель должна носить вашу одежду? Не должна. Нет. Нет, никаких кабальных условий нет. Просто я являюсь сама поклонницей того, что делает Кира. Мне очень нравится одежда. Ну, у Киры есть две линии. Есть демократичный бренд Кира Пластинина, да, очень доступный. Есть для высшего общества. Я бы не сказала, что для высшего общества. На самом деле я могу объяснить разницу между двумя брендами. Ну, скажите, разница. Ассель в чем? Сейчас и на мне и на сель платье из моей осенне-зимней коллекции 2013 года бренда «Люблю Кира Пластинина». Люблю Кира Пластинина. Да, это бренд премиального сегмента. Я, наверное, немножко расскажу вообще, как все началось. Когда мне исполнилось 14 лет, мы запустили мой первый бренд. Бренд сегмента «Фаст фэшн» под названием «Кира Пластинина». Это вот то, что вот студия стиля, с которой буквально только что мы приехали. И потом отдельно для показа я создавала отдельную коллекцию. И очень много людей после показа ко мне подходили, спрашивали, «Кира, а где это можно приобрести? А можно ли эти вещи как-то поносить?» И так вот, собственно, родилась идея вот эту показанную коллекцию отделить и сделать из нее собственный бренд. Асель, ну тебе что больше нравится, Кира Пластинина или Люблю? На самом деле мне нравятся обе линии. И Люблю, и просто Кира Пластинина. Я большая поклонница. Ну, сейчас на мне платье от Люблю. Но я с удовольствием ношу вещи Кира Пластинина. Кира, я знаю, что вам 21 год. Еще практически нет. Да, вам сейчас 20 лет. Вы начинали свою карьеру, карьеру дизайнера в 14 лет. То есть вы, можно сказать, 6 лет в таком живете режиме взрослой девушки, да? Я знаю, что годовой оборот вашей компании составляет более 100 миллионов долларов. Это правда? Не каждая 20-летняя девушка так богата. Ну, мне очень повезло. Я очень благодарна за то, что у меня была возможность начать работать в таком раннем возрасте. И что из-за поддержки своей семьи и всем, кто интересуется моим творчеством и поддерживает меня. Но, помимо этого, я очень горжусь и очень люблю свою команду. У нас очень дружный коллектив. Практически все, кто с нами начинали 6 лет назад, все до сих пор вместе с нами работают. И также любят то, чем мы занимаемся, как и я. Поэтому, мне кажется, это, наверное, очень большая тоже часть нашего успеха. Да, вы сами сказали, что большая поддержка вашей семьи. Я знаю, что ваш папа очень сильно помог вам, да? Потому что он известный российский бизнесмен. И в свое время, можно сказать, он сделал правильные инвестиции в свою дочь. То есть сейчас вашим бизнесом управляет ваш отец или вы сами? Ну, на самом деле, уже достаточно давно мы... Достаточно давно, вам 20 лет. Ну, мне кажется, что достаточно давно мы уже сами, да, самостоятельно работаем. И иногда, когда нужно посоветоваться или нужно какое-то глобальное решение принять, то, конечно, мы собираем семейный совет и вместе советуемся, что надо делать. Но у нас компания уже достаточно, ну, не взрослая, но такая устоявшаяся и усрепившаяся, да. А что скрепившаяся, Кира? Потому что дизайнеров очень много, да? В России очень много дизайнеров, которые открываются, потом закрываются, да? Вам было всего 14 лет, сейчас вам 20 лет. Кира Пластинина сейчас представлена, по-моему, у вас где-то около 300 магазинов, да, по всему миру? Практически уже, да. 20-летняя девушка-дизайнер. Я не верю, что только вы. Ну, мне кажется, нам очень повезло, потому что, как только мы, когда мы запускали бренд, то я была такого же возраста, как и те девушки, которые приходили в студии стиле Кира Пластинина и интересовались моим творчеством. Соответственно, мы были с ними на одной волне, мы слушали одну и ту же музыку, смотрели одни и те же фильмы, у нас были одни и те же интересы, нам похожие вещи нравились. Поэтому, наверное, у меня был какой-то коннекшн, какой-то особый, и мы очень как-то чувствовали друг друга, да. Скажите, выбирая посланника, да, своего в Казахстане, вы знакомились с творчеством Асиль Сыгатовой? Да, ну, мне кажется, посланника, вы все говорите, выбираю, но мне кажется, это как-то само собой случается. Потому что меня очень часто спрашивают Кира, а вот с кем ты дальше хочешь, там, кто бы ты хочешь в твою коллекцию, или с кем ты хочешь дальше делать коллаборацию или сотрудничать. Но мне кажется, это как-то все само собой получается, и само собой... Подождите, вы знакомы с творчеством Асиль Сыгатовой? Ну, немного знакомы, да. Немного? То есть вы смотрели фильмы, в которых она снималась? Фильмы не смотрела, но мне очень много чего Асиль рассказывала про них. Я знаю, что Асиль только недавно в Москве снималась тоже, и было очень неожиданно то, что как раз Асиль была в Москве, когда у меня была презентация. Новая коллекция. Асиль, ну давай тогда к твоему творчеству, да? Чем ты сейчас занимаешься? Потому что я знаю, что в фильмах ты пока не снимаешься. Да. Почему? Это правда, ну, потому что нет достойных предложений на сегодняшний день, очень жаль, конечно. Наверняка к тебе очень часто поступают предложения, то есть ты знакомишься с сценариями? Ну, вот последний раз, кстати, поступали сценарии из Москвы, но, к сожалению, мне не понравилась роль, как бы, в одном сценарии роль, в другом концепция фильма, всего, и как-то вот... А чего ждешь, скажи мне? В принципе, я не жду что-то, что-то прям такого сверхъестественного. Просто, на самом деле, это было не мое, но я почувствовала, потому что в первом сценарии была тема людоедства. Ну, как бы, я немного далека от этого. Немного? Насколько? Ну, в фильме можно сыграть все, что угодно, в принципе, да, но просто сама концепция фильма мне, как бы, была не близка. Ну, мне кажется, что у каждой актрисы есть роли, которые она мечтает. Да, у меня есть такая роль, роль Тамерис. Роль Тамерис. Я знаю, что Егор Кончаловский очень хотел бы снять этот фильм. А я знаю, что очень многие режиссеры, которые касаются казахстанского кинематографа, они хотели бы снять фильм про Тамерис, но почему-то пока еще ни один не запустился. Асель, я знаю, что многие наши актрисы потихонечку начинают выезжать в Голливуд. Я там была. В Голливуде есть, по-моему, киношкола, да, куда можно приехать на какие-то краткосрочные курсы. Стоит ехать или нет? Ну, в принципе, стоит, да. Почему бы и нет, это для общего развития полезно. И действительно, там очень интересные курсы, но образование актерское можно получить где угодно. Можно получить его и в России, и в Казахстане также. Ну, кто как выбирает себе... Мне кажется, любое место, где учишься, это какой-то новый опыт, новое какое-то... Главное, чтобы было желание и возможность. И главное, чтобы на пути встречались учителя, да, хорошие. Кира, вот кто ваш учитель? Ну, наверное, в жизни меня направляют мои родители. Я очень по каким-то таким персональным, наверное, своим делам советуюсь очень много и со своей мамой, и со своими бабушками, и, конечно, и дедушками тоже. Поэтому, наверное, какие-то жизненные советы, это больше из семьи не выходит. А в плане работы, мне кажется, что особенно в той профессии, ну, особенно в творческих профессиях, включая дизайнеру, очень важно именно как-то прислушиваться к самой себе и делать то, что тебе нравится. Поэтому мне очень уважаю Vivian Westwood именно за её отношение к своей работе, потому что она может делать абсолютно всё, что ей сердце угодно, и не будет обращать внимание на мнения окружающих, и будет знать то, что она делает, это правильно. И мне это очень ценю, и мне кажется, что вот именно в моей работе это самое важное. Ну, вы делаете очень такую красивую, интересную одежду, но, мне кажется, она такая для молодёжи, да, вот мне ваша одежда почему-то напоминает Zara. То есть это тоже очень красивая, стильная одежда, да, она всегда доступна. Также и киропластинно, заходишь в магазин, то есть там в районе 15 тысяч тенге можно взять там две вещи. Ну, мне кажется, очень важно сделать, поскольку тренды меняются так часто, мне кажется, очень важно сделать так, чтобы самые модные тенденции были доступны девушкам, и чтобы они могли часто обновлять свой гардероб, приобретать какие-то новые вещи и соответствовать последним тенденциям. Асель, я слежу за тобой в Твиттере, в Инстаграм, но я думаю, что ты девушка всё-таки такая, которая любит вещи подороже, скажем так. Ну, нет, абсолютно не так. Абсолютно нет, сказала. Асель, придя в брендах. Ну, мне кажется... Это правда, потому что я выбираю то, что мне идёт, в первую очередь, и то, что выгодно подчёркивает какие-то, не знаю, какие-то детали. А ещё мне кажется, что Асель, да, я скажу, мне кажется, что Асель очень тонкое чувство стиля, и я даже наблюдаю за тем, что Асель аносит. Это очень хорошо получается комбинировать какие-то более демократичные вещи с какими-то более дорогими брендами в одном тоталуке. И мне кажется, это очень такое... Кстати, я так и делаю. Мне кажется, это очень такой именно показатель модности, стильности. Сегодня вы провели автограф-сессию. И скажите, вот кто пришёл? Кто ваши поклонницы? Ну, это прежде всего девочки. Девочки, которые носят Кира Пластинина, и которые безумно были рады видеть Киру. И они просто пищали. Мы очень благодарны им за это. Да, было очень приятно. На самом деле, это самый, наверное, большой, самый, наверное, благодарный момент моей работы. Мои самые любимые вообще воспоминания, это когда я пришла в студию стиля Кира Пластинина, просто посмотреть, как там развесили новые вещи, как приехала новая коллекция. И я увидела двух молодых девушек, которые примеривают на себя разные образы. И одна выбирает для себя наряд для первого свидания. И она в Европе много-много раз переодевались, пытались придумать, что надеть. И мне было настолько приятно то, что через свою одежду и свое творчество я могу доставить девушке незабываемой. Потому что первое свидание ведь никогда не забудешь. И я могу как бы быть частью этого важного события. А свое первое свидание вы помните? Не помню когда, но я помню, что мы хотели поехать в парк аттракционов, но было очень холодно, и он закрылся, и мы, по-моему, поехали смотреть кино. Ну, в общем, как-то план пришлось резко поменять. Я помню, как вы привозили Пэрис Хилтон. То есть это был такой пиар-ход, чтобы обратили внимание на Киру Пластину, или же вы тоже дружите? Ну, с Пэрис Хилтон мы общались много и работали вместе много раз после того, как она первый раз приехала ко мне на показ. Она потом приезжала на MTV Movie Awards, на запуск своего парфюма. А вот почему именно Пэрис Хилтон? И мы с ней как-то продолжали, много всего вместе делали. Ну, мне очень, особенно когда мы вместе работали, мне очень нравился ее стиль, мне очень было интересно с ней познакомиться, узнать ее мнение о своей коллекции. И на самом деле я хочу сказать то, что у нее в жизни она совершенно другая, не похожа на тот имидж, который она создает. И тот имидж, который она, ну, так как она себя ведет, это очень четко, продуманно. И она это делает специально, и видно, что она очень умная. И я даже очень много в этом плане, чем у нее научилась, как отвечать на вопросы, как давать интервью, как вести себя на публике. Но при этом сейчас ее популярность, она как-то так спала. Мне кажется, не то, что ее популярность спала, мне кажется, она сама, это было ее собственное решение, немножко от этого отойти, может быть, она устала, может быть, у нее какие-то другие появились интересы. А я, сейчас мы с ней немножко потеряли контакт, поэтому я даже, наверное, лучше у нее спросить. Аселя, ты контролируешь свою популярность? Нет, абсолютно нет. Контролируешь? Я просто недавно разговаривала с одним актером, который сказал, когда я его пригласила на программу, он сказал, ты знаешь, что я очень много давала интервью, сейчас мне нужно помолчать. То есть я слишком, я стал повторяться, он сказал. То есть ты не боишься повторяться? Нет, не боюсь. Если задают одни и те же вопросы, почему бы и не повториться? Да. Это как бы само собой. Ни в одном интервью ничего о личной жизни. При этом Асель уже несколько лет замужем. Да. А муж Асель, сын известного человека в нашей стране. Я хочу, чтобы моя личная жизнь оставалась личной. И я не хочу это путать с работой или с публичной жизнью. И мне кажется, личная жизнь, это, наверное, что-то такое свое, чем не хочется делиться. То есть ни одной фотографии твоего супруга нет. При этом, если погуглить, выходит в гугле там в поисковике Асель Сагатова муж, потом выходит имя, фамилия мужа, и при этом, как бы, мужа ищут уже отдельно от тебя. Ты знаешь об этом? Нет, я не знала. Ну, наверное. А как он относится к твоей популярности? Он относится очень спокойно, во всем меня поддерживает. Я очень благодарна ему за это. Но при этом я знаю, что когда вы познакомились, он не знал, да, с кем он знакомится? Нет, абсолютно не знал. Это случилось случайно, совершенно в магазине. Абсолютно такое знакомство, спонтанное. Асель, ну ты казахская Келин. Скажи мне, твой супруг из Караганды, да? Вот какая ты Келин? У меня самые замечательные отношения. Я очень люблю своих родителей, и действительно, они относятся ко мне так же с любовью, с теплотой. И когда я к ним приезжаю, они... по ним это видно. И я очень благодарна за это. Скажи, а замужество повлияло на выбор ролей? На выбор ролей? Нет. Не повлияло, да? Нет. То есть, когда ты снималась в «Роне любви», ты уже была замужем или ты собиралась замуж? Нет, я еще не была замужем. Не была замужем, да? То есть, ты целуешься с другим мужчиной, ну, то есть, понятно, что ты актер, но мы же казахи. Ну, это работа. Ну, я еще раз говорю, мой супруг меня поддерживает во всем, поэтому, в принципе, она никак не повлияла. Моя семейная жизнь на работу. Кира, а как вы? Вы собираетесь замуж? Мне кажется, мне пока еще очень рано об этом задумываться. Что вас вдохновляет? Это, как правило, мне кажется, вдохновляет на новую коллекцию, там, любовь, чувства. Что вас вдохновляет? Меня это вдохновляет, скорее, любовь, наверное, в плане просто отношения к своей работе. Я очень люблю то, что я делаю, и мне очень хочется, чтобы каждая коллекция все становилось лучше и лучше, устранить какие-то вещи, которые я бы поменяла в прошлое, и придумать что-то новое. И меня это очень стимулирует, мотивирует и вдохновляет. А политические события могут вас вдохновить на что-то? Потому что я знаю, что российский дизайнер Катя Добрякова, то есть она очень быстро, оперативно реагирует на события какие-то, да, вот у вас в России, и выпускает майки, то есть какими-то там лозунгами. Мне кажется, это просто не совсем мое, и это не то, зачем я сейчас, вот, наверное, за счет своего возраста и занятости, зачем я сейчас активно слежу и как-то, чем я думаю много. Мне кажется, Киров вдохновляет более положительные эмоции. А политика для тебя не положительные эмоции? Ну, ты говоришь, что Катя Добрякова сделала футболки с лозунгами, ну, я считаю, что это не очень хорошо. Что ты можешь сказать о кино, да, о нашем казахстанском кино, потому что я приглашала сюда и наших режиссеров, и российских режиссеров. Российские режиссеры хотят снимать у нас в Казахстане и снимают. Казахстанские режиссеры против того, чтобы снимали российские режиссеры у нас? Почему? Потому что я считаю, что они забирают бюджет, да? Вот что ты думаешь, вот у кого тебе больше нравится сниматься? Ну, я считаю, что везде есть хорошие режиссеры, и не стоит быть против того, чтобы у нас кто-то снимал. Потому что это все же поднимает казахстанский кинематограф, и я за прогресс, я за то, чтобы у нас что-то происходило. А почему тебя не было в Жаужевик Монбала? Это скорее вопрос не ко мне. Я не участвовала в кастинге. Нет, я не участвовала в кастинге, и я даже не знала, что проходит кастинг. То есть это нужно следить, получается, за кастингами, да, чтобы попасть в кино? Конечно, надо следить за кастингами. Нужно стараться попасть в базу данных киностудий, и активно ходить на пробы в кино, пытаться попасть. Какой из фильмов наших казахстанских режиссеров тебя прям тронул по-настоящему? Ну, за последнее время «Шал», наверное. Самый последний фильм, который я смотрела, казахстанский. У нас рынок актрис в Казахстане не такой уж и большой. Я просто помню, что на главную роль в фильме «Ирония любви» вы на кастинг ездили вместе с Карл Гаш Мухаммеджановой. Это было сложно? Ну, конечно, было сложно и страшно. Нас двое, ну, как-то это странно все равно. Но, с другой стороны, чему быть того не миновать. И, как бы, я старалась сделать все от меня возможное, зависящее. И вот, как бы, ну, мне повезло. А другие казахстанские актрисы могут стать вашими посланниками? Что для этого нужно? Ну, как я уже сказала, это я как-то не выбираю. Это случается само собой. Айси нравится, что я делаю. Мы очень подружились, ей очень идет моя одежда. Поэтому как-то это не то, что какой-то... Какая-то стратегия. Да, стратегия или это какая-то официальная должность. Это просто, наверное, какая-то дружеская поддержка. Угу. Угу. Угу.